так добрый вечер дорогие друзья дайте мне обратную связь как меня слышно спасибо 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 олегу сошников он мне сегодня помогает здесь на площадке он уже запустил запись нашего вебинара мы давно с вами не встречались по различным скажем так неорганизационным неорганизационным как бы причинам вот но ничего страшного зато есть о чем поговорить вот где-то даже соскучились по крайней мере я скучал без вас хотя в дел много вот и я рад вас всех всех не слышать а по крайней мере чувствовать что вы в контакте мир очень тесен мир абсолютно квантовый и так далее но вернемся обратно к нашим организационно-правым вопросам и постараюсь дать вам вам и через наш сегодняшний вебинар ответы другим людям которые которых то или иное волнует значит о чем мы сегодня с вами будем говорить как всегда текущей информации том числе об объединенных арабских эмиратах поскольку но все-таки прилично было бы хоть как-то отчитаться кроме того видео которое алексошников запустила вначале кто успели те увидели кто не успели те имеют возможность здесь сейчас найти ссылку по которой можно скачать или по крайней мере прослушать этот ролик я рекомендую это сделать потому что если внимательно слушать а его нужно внимательно слушать анатолий дар чиниц кого то там много так называемых но скажем скрытых или непроявленных или не явно про высказанных стратегических и на общем то вопросов которые которые нас волнуют понимаем это или не понимаем вот и ответы там на массу вопросов я сегодня буду в какой-то степени это комментировать вот по крайней мере я я значит я получил очень много ответов на вопросы ну что это открытая абсолютно значит как бы от души интервью он просто хотел поделиться с теми кто там были и это удалось потом люди все отвечали даже как сказали наши африканские инвесторы сказать даже мы поняли что что и как дальше будешь происходить вот это очень важно поэтому давайте мы пойдем дальше единственное что хочу прокомментировать текущей информации что очень много все-таки людей которые декларируют что они с 2014 года в проекте а до сих пор не понимают в каком они проекте не по технологии и к сожалению ладно по технологии ты можешь не понимать можешь на просто вот как я сначала начинал я просто поверил что это экологичный проект и я проинвестировал первую инвестицию сделал как благотворительно проинвестировал и на какое-то время забыл вот 2014 году конца более-менее в конце люди не разбираются после когда я начал разбираться что какие возможности я понял что этот проект дает очень хорошие возможности скажем но пути очередного пути к благополучию потому что по жизни я по многих путях благополучию начиная социализма поучаствовал вот и сдается мне что наш проект это абсолютно реальный проект и он как бы дает надежду уверенность с каждым днем все больше и больше об этом мы будем сегодня говорить к тому чтобы как бы смотреть в будущее с гордо поднятой головой вот и поэтому давайте сейчас тогда и посмотрим что мы имеем по текущей информации а и поэтому я просто закончу мысль что и люди не знают что за акции чьи это дивиденды откуда они растут эти дивиденды почему хотя я неоднократно об этом говорил но естественно это понятно люди не все постоянно слушают там что масло в говорите ли что кто-то другой говорили что-то где-то написано но если тебе лень или ты не можешь или не разбираешься по всякому бывает вот где там меморандуме где там еще каких-то документах что-то вычитать но внимательно слушай спрашиваю других людей прежде чем ты начинаешь утверждать а люди начинают утверждать что да вот я собственник компании какого хрена извините за выражение значит кто-то там делит мою прибыль за меня и так далее и вот я сегодня об этом немножко вам расскажу вот но хочу вас еще обрадовать компания skyway capital skyway capital готовить час несколько вернее даже целую серию роликов которые будут повторять но как бы не повторять отдавать вот эти основные понимания что-то в акции как дивиденды откуда они получаются и так далее вот не привязана ни к чему а просто это будет так называемая но некоторые что ли просвещение людей которым это необходимо и это вещь такая очень полезно тем более что мы идем мир я вас просто вот могу сейчас скажем не сильно сомневаясь значит уверить что что в ближайшем будущем я вот лично не вижу никаких других механизмов кроме как участие вот перераспределение или распределение правильно не перераспределение а правильно распределение благ в обществе в социуме через участие людей в различных проектах будучи являясь акционерами так далее потому что мы уже например вот государство эстония оно уже прошло да и другие государства после так называемой приватизации потом прихватизации потом значит опять таки о государствлении и раз государств лени и у после того как на двадцатом году значит нашей новой эры устаканилась более менее организационно-правовая как бы ну среда общества кто ведь смотрите сколько у государства государство поняла что она не самый лучший хозяин вот но она участвует во многих акционерных обществах вышестоящие акционерные общества государственные участвуют в дочерних компаниях за счет этого получает до прибыль вот и эту прибыль распределяют оттуда и идет финансирование государства следующая стадия это социуме очень много таких о скажем в социуме или в обществе сейчас очень много людей которые свой основной доход получают за счет участия в каких-то скажем проектах в акционерных обществах проекта получения значит дивидендов с этого слоя то есть мы абсолютно общество обязана просто обязана будет это сделать ближайшее время и пенсия будет не пенсия а будет доходы выгоды которые будут люди получать с различных участия в различных проектах и естественно я уверен что к этому мы придем ближайшие десятилетия 10-15 лет или ну ладно 20 лет я большой оптимист может быть к тому что общество будет вынуждено вот начинается проект уже в проекте закладывается изначально на генетическом организационно-правовом уровне закладывается возможность и обязательства этого проекта отдавать кроме всего прочего просто от прибыли проекта отдавать в общество какой-то процент ту же самую церковную или какую-то десятину может быть это пять процентов может быть это 15 процентов я не знаю но такой социальный взнос он должен быть и это будет как бы накопление фондов за счет которых общество будет получать определенные выгоды для поддержки с нормального жизненного уровня и я хочу вам сказать вот и об этом говорит кстати я вчера вот был санкт-петербурге мы ездили встречались там по как бы с возможными инвесторами у них есть там определенные интересы они хотят проинвестировать проект достаточно серьезно вот но там немножко недопонимать его он суть не в этом я всегда стараюсь купить какие-то книги я купил интересную крик книгу значит четвертая мировая война и там условно названо автора часа точно не помню вот но там условно названо что четвертая мировая война это в кавычках что общество приходит к очередному социальному сдвигу когда будет скажем как бы все люди будут получать от общества будут получать определенный доход для того чтобы нормально существовать не то есть он там даже так говорит что если неправильно войти в это как бы время то это будет может стать обществом лодерей и разгильдяев понимаете да значительной степени но есть законы статистики и там можно много о чем философствовать и поспорить но суть нашего и нынешнего биминара не в этом давайте перейдем к нашим значит родным и дорогим и мягким бараном то есть к нашей информации значит смотрите что мы сегодня мы сегодня завершаем 13 этап я хочу вам напомнить откуда мы идем и куда мы идем это очередной как бы немножко иммунную систему наших инвесторов том числе и сам я начал постарался разобраться думаю почему бы с этим опять с вами не поделиться что мы имеем 13 этап был запланирован по бизнес-плану плану финансирования июнь сентябрь 2017 года мы сегодня где находимся мы начали декабре и заканчиваем в июне скорее всего закончим 19 то есть 13 этап но уже 2019 года два года разница практически два то о чем юнистский говорит и это не кто-то где-то что-то сидел дурака валял понимаете вот принципе можно было просто сесть и ждать но у наш проекта развивается я сегодня разбирался полдня значит смотрел какие у нас доступны есть сертификаты которые можно значит опубликовать окажется только четыре сертификата которые можно показывать остальные семь их нельзя показывать никому особо понимаете они предметные они подаются только их нельзя иначе не разойдутся по сети и это будет немножко ну в общем скажем так не очень хорошая ситуация может возникнуть юридическое вот и они так называемого закрытого использования по проект на вот и все то есть это уже очень важный вопрос когда существуют сертификаты а патентов их еще больше причем некоторые за этот вопрос почему значит патент у нас там в америке там японии еще где-то это есть специалисты которые четко определяют где и когда нужно что-то запатентовать и какой патент выбирать не имеет смысла просто вот так вот но огульно все везде и все патентовать нужно минимальными затратами но обозначить везде авторство вот этой технологии и это все делается я небольшой специалист могу сказать что все основное сделано потому что оказывается потому что юницкий тоже имеет патентное образование выяснилось это с абсолютно случайно и он знает зачем он следит вместе со специалистами головной компании зао струнных технологий ну что они держатели этого всего так вот смотрите что у нас на треть тринадцатом этапе два миллиарда акций это для залоговых акций да с дисконтами которые колеблются вот в этих пределах инвестиций 25 миллионов этап завершается как юницкий говорил по моему он даже в шарже сказал это не значит что мы завершаем этапы мы собрали или там у нас сейчас мы много беседовали как бы правление капитал много еще беседовала с юницким отдельно вот но прозвучало там он говорит но это же не значит что мы заканчиваем этапы мы собрали там то что у нас было запланировано те же самые допустим 25 миллионов просто мы выполнили целый ряд работ дешевле но мы сейчас находимся в такой среде где строительство она становится дороже чем предполагалось и чем естественно велось в белоруссии то есть мариной горке и поэтому сейчас надо очень четко отталкиваться и потом мы вернемся к вами с вами к тому что для чего еще вообще инвестиции нужны вот и когда заходит разговор значит о больших инвесторах большие инвесторы это такие товарищи они не спешат там дискон 10 там или 40 или 50 или один к одному им не это важно им важно чтобы средства или деньги которые они будут инвестировать они надежно работали бы и капитализировались дальше и поэтому им нужен надежный проект и они постоянно присматриваются очень внимательно очень пристально следят отслеживают всю информацию я вот значит стал все больше и больше мы стали тут час замечать что даже в этих наших прибалтийских государствах от литвы через латвию до эстонии масс масс-медиа сейчас все больше и больше такую адекватную скажем непредвзятую информацию реальную подает на всех очень очень сильно повлияло как-то арабы вовсю развернулись а мы где понимаете это очень сильно работает поэтому мы находимся сейчас вот на тринадцатом этапе впереди казалось бы осталось два этапа почти до последняя фаза этого 13 этапа или последний под этап и дальше начинаются два этапа они тоже будут разбиты естественно на под этапы потому что у этого есть определенная необходимость это дает возможность лучше планировать работу поэтому все работы эти выполняются продолжение работ заказчиками значит высокоскоростной не было тогда супер скоростного ли гипер скоростного участка а он юницкий сейчас о нем говорит и на него есть заказ в арабских эмиратах и он тоже войдет как бы в так называемый проект эко технопарка и сертификации технологий то есть мы станем его как бы тоже с особо ну как бы со владельцами через за через ту долю акции которую мы имеем вот и включая опытное производство очень много опытных производств сейчас открывается и когда мы говорили там и он я не помню вниз не знаю тут он рассказывал что произошло там заказчиками и не изменяйтесь с подрядчиками здание сзади вот за опоры около которой юницкий стоял давал интервью там было видно здание такое же как у нас в эко технопарке анкерная опора здания она же анкерная опора подрядчик который выполняет там строительные работы он туда значит должен был выложить для коммуникации определенные вещи он это вложил но под перестарался и тем самым как бы ослабил несущую способность конструкции железобетона ведь это анкерная опора и теперь это все требует дополнительных затрат дополнительного времени так далее то есть к чему я это говорю к тому что было принято решение нашей как бы компании главной компании что и там нужно создавать свое свою компанию или фирму которая будет вести основные работы неважно что там надо работать через так называемых посредников которая определяет законодательство арабских объединенных арабских эмиратов но тем не менее своя компания и тогда она сможет очень правильно за всем следить к сожалению это так пока вот теперь продолжение работ по созданию опытной промышленной производственной базы холдинга не только в беларусь республики там полным ходом идет но похоже что там вот в объединенных арабских эмиратах там зарезервирован целый ряд я потом покажу на рисунках и на фотографиях там территория значит 30 гектаров потом там 60 гектаров и так далее там достаточно большие возможности а шейх который подписал документы скажем о строительстве 15-километровой трассы он очень внимательно следит за тем что происходит в экотехнопарке состоится он экотехнопарке извиняюсь и в экотехнопарке и в инновационном парке которого там строительство ведется вот и создается создание тестового комплекса комплекса высокосторостной skyway система там все для этого сейчас есть и даст бог никаких препонов не будет по крайней мере практика до ныне показывает что это вполне реально и возможно продолжение работы по созданию научного испытательного и так далее так далее все ведется второго уровня все ведется продолжение работа заказчика по всему миру со всего мира тоже ведется то есть 13 этап в работе мы как бы идем полным ходом дальше и это радует причем я приехал я думаю что не думаю я уверен что и мои и наши остальные партнеры которые там были все там 100 человек было более даже вот они все уехали с большой уверенностью что проект развивается и это так дорогие друзья и вот столько о тринадцатом этапе теперь смотрите значит тринадцатый этап теперь что какие здесь расходы 25 миллионов казалось бы нужных нам это аренда помещений приобретительно дополнить приобретение дополнительных рабочих мест конструкторов каждое рабочее место конструктора причем предприятие который имеет категорию третью категорию значит проектной организации для соответствующих систем оно достаточно дорогое и ни одного движения ни одной проектной линии нельзя выполнить не на скажем на сертифицированном не на оплаченном программном обеспечении или или но оборудовании это очень дорогое удовольствие но это нужно делать с лицензированными программным обеспечением и так далее заработная плата конструкторов обслуживание персонала менеджмента компании прочее предзаказов размещения ведь если тебя через завтра нужно нужны металлические квадратные ли там прямоугольные угольные трубы для путевых структур это не значит что ты сегодня можешь сделать заказ ты три месяца сегодня назад должен был его уже сделать и как и так далее то есть там целую целая система и уже оплатить кстати понимаете авансовые платежи это к тому маркетинг проектные строительно-монтажные работы которые ведутся по многим проектам вот комплексах rsv системы шарджа и т.д. научно-исследовательские опытно-конструкторские работы и но ведь скажем высокая невысокая гиперскоростное за скоростной транспорт он требует очень многих исследований причина научных научно-изыскательских исследований что-то надо у кого-то заказывать и так далее так что работы ведутся и это дорогие друзья нас радует и теперь 14 этап которую мы практически дышим в затылок это август ноябрь я так думаю должен был извиняюсь не я думаю я должен был август ноябрь 2017 года но будет происходить скорее всего видите под вопросами оставлю но мой прогноз это июль-ноябрь 2019 года но декабрь от силы понимаете и трансфер именно в полтора уже миллиарда не 2 полтора миллиарда акций то есть залоговых акций или ну да для создания долей дисконта в диапазоне уже от 25 до 50 это скажем так ближе 20 к 30 к 40 будет все так и инвестиции опять-таки надо те же самые 25 миллионов потому что одна только высокоскоростная трасса она требует значительно больше средств как об этом уже говорил то есть она где-то обойдется 100 и более миллионов скорее всего так что вот такие вот дела вы большой оптимист здравствуйте но спасибо я не очень большой оптимист но какой-то степени вы правы а третье это какая что третье не понял если подрядчик накосячил пусть перед ну конечно конечно будет переделывать за свои деньги но это все требует времени понимаете и причем что он там переделает и у них они говорят что они все выполнили по своим стандартам и своим нормам понимает и в принципе там можно достаточно сильно спорить но ведь мы же не для того собрались чтобы спорить и по судам ходить понимаете ведь мы знаем что в минске и сейчас еще судимся с теми кто неправильно выполнили первый раз нам конструкции металлоконструкции для транспортной структуры в экотехнопарке евгений за счет деньги идет строительство и как зачем идет строительство 25 что вы тут нарисовали 25 миллионов правильно строительство идет за счет инвестиций которые инвесторы собирают по проект в экотехнопарк проекта котельки на парка это все в рамках этого проекта ведется так идем дальше дорогие друзья переходим к вопросам я сначала вам немножко покажу значит вот хотел с вами поделиться очень важный у нас есть значит патент в америке в соединенных штатах америки запатентовано восемнадцатом году и он по моему если не ошибаюсь там не смотрел он действует до 22 года если не сейчас отсюда не вижу вот их надо постоянно обновлять очень важным является то есть системный самый такие патент это значит патент сертификат регистрации интеллектуальной собственности в евросоюзе это очень сильный документ он защищает то есть не надо там бегать по каждым странам а он говорит о том что я свою кепочку бросил эта земля моя условно говоря сюда ногу не ставьте вот это дает возможность и теперь я хочу с вами еще поделиться смотрите значит что происходит вообще обвиненных арабских эмиратов лес мою голову не хотели оптимист но не вкладывается какого лешего они строят такие высокие значит дома казалось бы там ведь земли той и пустыни так хватает там метр сюда километр туда вот но тут все значительно проще когда мне умные люди сказали что а вы посмотрите говорит что вот этот принадлежит двум компаниям это башня принадлежит одной компании здесь строят три компании и так далее игра зачем что они там причем когда смотришь они и не сильно загруженные все эти здания оказывается достаточно что там как они вот хитро продумали ты инвестируешь туда ты даешь работу ты капитализируешь национальный продукт растет почему да потому что это налогово тебе выгодно практически у многих сильных мира сего или известных мира сего у хоккеистов там ну то есть кому надо налоги скажем так минимизировать они здесь вкладываются покупает там пять десять этажей пол башни строят целую башню условно говорили кто-то им строит сдает им в аренду они арендуют так при или приобретают свою собственность и после этого они практически не платят ну скажем так было ноль был налоговый уровень с дохода в час пять процентов все это дало очень мощный скачок я уже не говорю о других приемах которые используют объединенные арабские эмираты и город растет очень сильно растет вот красиво чисто в общем есть что смотреть причем смотрите видите они строят и вот я смотрю начал присматриваем что этот подъемный кран дел он пальмы ставит видите такие обрубки пальм они начинают их поливать и потом это превращается все в красивый скажем пальмовый парк с одной стороны вот это 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 на одной из пальмовых листьев на одном из пальмовых листьев вот этого острова намывных островов я эту фотографию делал где у нас там была гостиница вот мы на въезде в инновационный парк наш видите здесь сковей сковей стоит да вот видно это здание автобус там как раз едем и подъезжаем дальше здесь тоже видно там разные другие как бы подрядчики что видите инновационный центр шаржа сковей вторым и там есть компании которые там помогают нам и будут тоже там находиться здесь ваш покорный слуга около опоры которая очень интересно сделано у нее еще будут я не знаю венецкий говорил там лет там такие растяжки как гитара будет стоять или не как гитара даже как арпа больше смахивает на арку вот это значит деревянное здание которое только с разрешения шейха можно там построить оказалось вот и вот это очень такая интересная вещь теперь я может быть по этой шарже больше не буду вас напрягать здесь я посмотрю 10 вопросов так виктор вам с года говорят что это венчурный проект да конечно правильно ждуны ждуны так вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот там вопросы сейчас я вам отвечу там получить дивиденды раньше чем выйдет акция компании на айпио да в принципе можно получать теоретически я думаю что это даже практически будет таким образом беседа беседа там с нашими партнерами арабами да вот позволяет мне сделать вывод я для себя этот вывод сделал поделюсь с вами что значит у них где-то там похоже в голове вместе значит ну проговорились да что плач и платформа которая сейчас доводится и к сожалению мы еще не видели этого белого листа они они допускают того чтобы вышла какой-то ну-ка полуфабрикат сейчас да доделывается все до ума доводится и доводится до ума не потому что там с токенами что-то криво а доводится до ума потому что надо очень четко разобраться как будет работать система эта платформа будет работать на систему управления автоматикой всей и управление данными по защите этих данных от этого очень сильно зависит ее как бы реноме на рынке куда будет выходить эта платформа поэтому тут нельзя оступиться теперь возвращаясь обратно к платформе платформа позволит вот эта токенизация проектов она позволит начать подготовительную работу и что значит когда можно будет выходить будет в работе даже уже несколько как бы проектов какие-то проекты будут работе то важно очень будет очень хорошо подготовить выходной пиво когда реальное можно будет да реально выходит условие это всех выходов на пиво по номинальной стоимости то есть одна акция 1 доллар выводятся свободные акции свободные акции какие свободные акции те покажу вам сейчас топ-топ-топ не тот рисунок выводятся свободные акции вы знаете что евразийный рейс к висе с холдинг холдинг 2 евразийный рейс систем холдинг 3 50 процентов минус одна акция они заложены на то чтобы отдавать инвесторам инвесторам залог а 50 процентов плюс одна акция они оставляются здесь здесь и здесь здесь оставлены здесь оставлены свободными акции они принадлежат global transport investment она является она будет выводить эти акции свободные акции и в конечном итоге и эти свободные акции поэтому пока свободные акции не будут все выработаны правильно да это первый как бы критерий не имеет смысла выходить теперь важно отработать на значит крипто или нашим блокчейн платформе отработать уже чтобы этот проект начал там работать виртуально виде токена плюс идут строительство как юницкий там сказал что адресный проект адресный проект уже работают это тоже самое спозиционировать очень просто то что сделано и делается и сделано и будет сделано в мариной горке к ее значит сдачи в эксплуатацию это те производства которые запущены и они развиваются и достраиваются там было сначала две с половиной тысячи квадратных метров производственных площадей а сейчас мы выйдем концу этого года выйдем на 10 тысяч площадей дорогие друзья это же в четыре раза рост идет производственной площади зачем это это же серьезные вещи чтобы обеспечить процесс строительства все вот такие вот скажем зернышко к зернышку это все и будет большой как бы ну урожай с которым можно и нужно выходить выводится 1 1 акция 1 доллар это условие но нужно подвести так чтобы сразу же не упала там до какого-то там мизера там 1 10-тысячный цента стоимость да а чтобы она стала доллар 2 3 5 10 а может быть и сразу ской выскочит с одного доллара к десяти нам конечно акционерам которые мы вот здесь пока имеем значит вот эти имеем 50 процентов минус одна акция в конечном итоге мы конечно будем какой-то период будем следить за тем что происходит на бирже и нам это идти но это важно и через 180 дней мы сможем уже сами начинать участвовать поэтому как юницкий правильно говорит и я просто вот как повторяют цитирую что это не цель выход на ipo это средство выведение уже как бы акции в оборот и получение четко адекватной значит картины тех выгод которые мы имеем тех доходов которые мы имеем и ведь смотрите как правильно арабы сказали что мы юницкий мы ваши партнеры и плюс крупные партнеры которые будут подходить они больше вас или точно так же как и вы все значит вот инвесторы которые до сих пор поддерживали рисковали этим с этим ну как бы с инвестициями вывести в выгодное время свободные акции на рынок ведь от этого зависит доход компании а это и наш доход понимаете то есть компания получил доход это и же наш доход от этого дохода вычисляется прибыль 20 процентов и она разделяется в эти компании и от этого зависит наши дивиденды об этом мы сегодня пока не будем говорить но я просто вам обозначил в общих чертах поэтому раньше чем акции компании на ipo да но вы мы сможем получать как я уже говорил здесь еще и выгоды в момент когда какой было уже обозначено будет обратный выкуп если кому надо да вот а дивидендами ну скажем так могут быть дивиденды по отдельным проектам до того когда будет выведена на прибыль будет будут дивиденды скажем так за чьи деньги идет строительство я уже ответил так мы евгений сколько уже можно инвестировать каждый принимает виктор грид каждый принимает решение сам вы же видите я же вам показывал включайте свой разум свой мозг значит эмоции в сторону мы на тринадцатом этапе хотя бы даже еще два этапа надо инвестировать понимает всю жизнь надо инвестировать если есть что инвестировать потому что например ну ладно это сейчас не буду рассказывать эту историю сколько вы инвестировали кто инвестиру можно инвестировать сколько она правильно много много-много-много это понятие растяжимое сколько нужно сколько и будет инвестировать ну ясно такая идет дискуссия хорошая приглашайте новых правильно вот татьяна супер чтобы закончить питать абсолютно да это бизнес ведь это типа того разговор здесь идет этот сколько можно это как вот человек выходит утром встает думаю сколько можно еще ходить на работу потому что работа нелюбимая первый вопрос второй не тем занимаешься чем ты хотел бы заниматься да или не умеешь заниматься или еще что-то да не подсуетился или не утру досужился как бы стать компетентным вот и точно так же и здесь или ты сделал значит свою лавочку пирожки выпускаешь очень такой тупой пример но он очень наглядный и думаешь так нужно на мне сколько можно выпускать эти пирожки да столько сколько ты хочешь кушать чтобы семья хорошо как бы функционировала была бы но благополучно ты сам твоя семья ты бы выполнял свои задачи развивался бы и физически и духовно вот зачем и мог бы помогать другим людям понимаете а ты кто-то там инвестировал там ну я не знаю там 100 тыс 100 долларов там ну ладно 100 тысяч долларов имеет акций имеет у себя портфеле и думаю да казалось бы с одной стороны 100 тысяч долларов другой стороны 100 тысяч акций ну вроде бы много а если начинать включать свой мозг а что ты можешь сделать а как ты можешь помочь мышление надо свое менять и тогда все станет свои места дорогие друзья я больше чем уверен ждуны слушаем ладно слушаем это вам играешь это венчурный проект правильно мы так и за пять лет не дойдем до 15 дойдем не волнуйтесь на вопрос опять-таки не пятнадцатом этапе вопрос том что когда мы закончим основные работы то что пока ведь нам тянут программу то следующий ну кто все тянут программу все инвестируют миром строим дорогие друзья еще будут таня будет обмен долей или акции на токены будет обязательно будет как что не могу сказать ибо не ведаю да про токены и мне интересно белую бумагу обещали концу апреля первый первый заход насколько я помню поэтому вот я вам объяснил не буду комментировать больше на как бы толдычить одно и то же были так как то все и потому что мы выйдем первыми делами на 100 да может быть не только потом найпил да виктор виктор грид я так и говорю я тоже так понимаю айсио или и с то скорее всего айсио не так просто там есть очень много жестких ограничений скорее все будет и айсио и с то кому своя последовательность но не будем сейчас этим разбираться и суть не в этом что за найпи выйдет лет через восемь не раньше ну это может быть и через восемь лет я вам прошлый раз приводил начале мая пример а значит как мы начали получать наши компании вот которую мы на заре заката советской власти создали в эстонии вот могу повторить я об этом тоже говорил могу сказать что мы выходили с одной компании выходили на лондонскую биржу с айпио айпио проводили компании которая как бы занимается развитием недвижимости ожидания были очень большие вышли на биржу продержались там три недели и быстро решили вообще уйти из биржи закрыть это дело и как бы открытый доступ потому что вместо значит ну единицы так там нас было я не помню там помоги один фунт было было акция да предлагалось там тысячная доля фунта все время все не имело смысла и только списали все эти расходы а ведь это дорогую давлюсти вывод на и пио списали все убытки и долго зализовали тираны совсем иначе сделали потом капитализацию развития проекта недвижимости на большой территории я сейчас развивается большой как бы недвижимость нас очень много компаний международных компаний и так далее так выход на и пио были через три года не раньше в этом году все так ладно обратно выкуп на за долей ну не знаю там расчет надо смотреть будет компания делать объявят доход будет когда ликвидный товар а пока сказки про белого бычка нет александр не надо так скажем пессимистично я персиль не может быть оптимист какого белого бычка это венчурный проект это про проект серьезный проект понимаете вот его все это от вашей позиции может быть как бы надеюсь не могу сказать а что можете что могу то и говорю моя рефералушка кормилушка моя так ну так считать право заметно вопрос а то непонятно какой вопрос отвечаете так но скажу сейчас вам на какой вопрос целом я над отвечаю на вопросы которые здесь у вас написан дорогие друзья так тут почему-то начинают повторяться эти елена какая-то там у нас появилась посмотрите значит олег что за елена у нас тут крутится переходим к вопросам значит смотрите тут есть интересные вопросы что такое акция в компании когда компания их отмечает как и где фиксирует но дорогие друзья акция фиксируется выпускается в компании когда вносится ее но она регистрируется вносится акционерный капитал нашим акционерным капиталом нашей компании наших компаний сейчас откроем наших компаний и является привилегированы акции global transport investment которые сначала были внесены сюда потом оставить следующая часть сюда и в конце концов в третьей евразии на разкове систем сколдинг зарегистрированы акции и они вначале все свободны далее начинается их выдача как залоговых акций вот так этот процесс и идет и таким образом значит мы продвигаемся дальше так что же такое такое извиняюсь я не в ту сторону пошел вот фиксируется в закрытом или скажем в компании если она не вышла на биржу то в компании ведет сама свой реестр вот и она значит как бы собственность или владение акциями фиксирует в своем регистре может выходить на какой-то независимый регистр на такое удовольствие скажем так или только деньги кому-то платить является ли акции и или доля компании ценной бумага выпущен на рынок ценных бумаг нет она не является на рынок ценных бумаг она не выпускается а внутренняя ценная бумага внутренняя компании вот акция это акция а количество акции это является долей то есть если скажем так количество акций вот я например имею или кто-то имеет там тысячу акций разделить на акционерный капитал компании получится ваша доля участие в этой компании когда акция закрытая в компании становится доступна для купли продажи тогда когда выводится на биржу как уже говорилось на айпио есть другие возможности но я не буду сейчас ваши мозги морочить этим для нас очень просто и понятно выводятся на свободные акции сначала и с как бы в шлейфе свободных акций выходят и акции уже приобретенные в нашем случае 50 процентов минус одна акция у каждой компании приобретенные они тоже выходят на как бы да становится доступными для продажи и купли но не адресно не я кто я продаю назначаю кто ее купит а всегда для меня кто продает покупатель является биржа и ровно также продавцом для того кто хочет купить является тоже биржа биржа это так называемый посредник который как бы собирает все и потом продать как магазин при каких условиях возможен обратный выпук за калоговых акций от акционеров ну вот здесь я написал что наличие прибыли в компании от хозяйственной деятельности основное условие потому что в противном случае выкупа будет тут же сквалифицирован и будет наказан очень жестко и строго если прибыли нет то за счет чего ты покупаешь обратно акции то что ты кому-то продаешь и продаешь в принципе как бизнес это нормально но не с ценными бумагами закрытыми ли или открытыми неважно какими то есть наличие прибыли в компании от хозяйственной деятельности у нас таковой пока нет наличие то есть реальные прибыли хотя допустим отдельные дочерние компании имеют прибыль и неплохую прибыль наличие электронной системы перерегистрации выкупленных акций там очень непросто потому что можно искупить пить и потом будет большая каша вот их перерегистрации в реестре компании заинтересованность кого-либо крупного инвестора выкупе залоговых акций на условиях выгоднее тех которые действуют на а на соответствующем например на 13 этапе то есть например есть такой вариант что есть кто-то который желает приобрести достаточно ну или инвестировать и тем самым стать получить залоговые акции вот но несколько но на более выгодных условиях тогда естественно появляется та же возможность у компании обратно выкупить эти акции ну и когда появляется такая возможность компания это делает но делает это ограничено и для этого в нашем случае нужно решение global transport investment компании которая заведомо до выхода на ipo владеет как я вам уже говорил как минимум 50 процентов плюс одна акция от каждой компании как минимум там могут быть еще остаться еще больше свободных акций которые будут не использованы для залога и тогда она будет владеть несколько больше на это как минимум этим она владеет и она выводит в принципе свободные акции на айпио когда переход на 14 этап ну я уже говорил когда как только закончится 13 этапа мы перешли или переходим сейчас с вами на последний подэтап если я правильно понимаю то какой-то свик не знаю что это компания но могу полагать что или же это свигли с сакавей капитал финансируется за счет инвестиций обычных частных инвест не финансируется компания ничем неправильно заданный вопрос компания неважно значит данном случае если мы говорим о скавей капитале то это компания является посмотрите договор значит конвертируемого займа там очень четко написано она является посредником агентом между инвестором и владельцем акций получателем инвестиций поэтому она не фиро не финансируется она и передается передает их владельцу технологий который инвестирует все в строительство ну и в работе зао струнной технологии обычных частных инвесторов нас с вами а адресный проект дубая он уже финансируется финансироваться будет за счет инвестиций прежде дубая нет в чем правительство дубая этот инновационный парк который там строится это является продлением или как бы дополнением бизнес-плана развития экотехнопарка или этап или проекта сертификации он целом называется проект сертификации технологий сковей поэтому это наши инвестиции с вами друзья то там была длинная седьмой вопрос было а в данном случае свиг сковей капитал причем скажем так со свигом несколько другая история вот свиг финансируется за счет тех кому он продает пакеты обучающих программ он их продает обещает что-то да вот он получает эти деньги потом он значит реализует этот процесс проведения этих инвестиций дальше за значит за определенную за определенная как ну как договорено как он обещает там что подарок допустим купишь этот по обещающий пакет а в подарок получишь столько-то акций ну и выполняет эти обязательства как бы они у него там за кромах как бы есть он меняет их на деньги с этой компанией несколько иначе состоит дело я не не видел уже последних договоров и но не совсем так как у нас а у нас вот такая история в сковей капитал как говорят будет ли готова готова белая бумага но я уже говорил что она она практически готова ее шлифует но вот в чем там проблема я уже говорил не будут толдычить больше так оплата ну вот опять просто ссв инвест групп оплата 400 юнит на вход в личный кабинет это сделано для отсеивания не платежеспособных а наши инвестиции застрахованы как предполагалось ранее значит я не знаю для чего это там сделано у них так платежеспособных не платежеспособных вот но могу сказать только потому что это свик а наши инвестиции застрахованы как предполагалось ранее нет не застрахованы с нашей страховкой не знаю кто там предполагал я лично как бы что является страховкой наших инвестиций вот надо правильно понимать вещи дорогие друзья страховкой наших инвестиций является страховка того имущества, которое образуется в процессе нашего инвестирования, то есть капитализируется наша инвестиция. Через что? Через экотехнопарк, через все объекты, они застрахованы все. Понятно, да? А то, что я вложил, это венчурный проект, тут правильно кто-то написал. Кто страхует сегодня венчурные проекты? Очень редко есть такой вариант, но там нужны свои определенные исходные условия. Поэтому дополнительное или какое-то страхование, во-первых, за счет кого это делает? Понимаете, так что нашей основной страховкой является то, что реальный проект, что средства вкладываются и объекты, которые возникают за счет этих средств, они застрахованы. Наши инвестиции должны быть застрахованы. Вот я ответил на этот вопрос тоже. Как известно, вот сейчас я вам зачитаю полностью этот интересный вопрос, дискуссию. Как известно, минимум 20% от дохода человек импровизирует, прямо как за роялем сидит. Получено от вложенных инвесторами средств, пойдет на выплату дивидендов. От дохода полная ерунда. Кто вам говорил, что от дохода? Доход это все то, что получает компания. Она должна вычесть из дохода еще расходы, прямые, косвенные, все расходы и чистую налоги оплатить. Из чистой прибыли распределить 20% в первую очередь на выплату дивидендам, не участникам проекта, а владельцам акций. Вопрос. Оставшиеся 80%. Теперь оставшиеся 80% это где? Это у нас как раз, дорогие друзья. Господи, опять я забыл, где она у меня тут находится. Оставшиеся здесь Global Transport Investment 80% принимают решения, куда их направить. Обычно это направляется в развитие компании. А то, что сюда, сюда, сюда должно быть отдано, это отдается 20% от прибыли, подлежащей распределению. Вот. Использовано развитие транспортной технологии, владельцами которой мы все, опять-таки, мы не являемся владельцами транспортной технологии. Владельцам транспортной технологии, как являлась, так и является Global Transport Investment. Технологии никуда не передавав. Мы являемся владельцами акций, которые за ней стоят. Мы все являемся или на развитие различных проектов, в том числе космос. Нет. Космос это отдельная история, не надо божий дар с яичницей путать, к которым мы не будем иметь отношения. Тогда, пока говорят, поэтому надо очень внимательно слушать, когда что-то говорят. Ведь это наш доход, доход ваш будет тогда, когда вы оплатите налоги с дивидендов, которые вы получите. А здесь прибыль, которая распределена в виде дивидендов, должен быть использована только для развития. Понятно, да? Что 20 процентов это святое, а остальное уже там так, как есть. Почему моего дохода, не моего дохода, а дохода компании идет? Да, для того, вы понимаете, вот тут абсолютное непонимание. Смотрите, значит, зачем это делается? Вот, предположим, эта компания, значит, взяла все 100 процентов, решила, ну давай, вот, ну, пускай люди пожируют, да? Выплатила сюда еще один раз второй год 100 процентов, третий год 100 процентов, и все начало останавливаться. Потихонечку останавливается, прибыль останавливается, останавливается, и иссохнет источник наших доходов, дорогие друзья. Ведь откуда доход у этой компании? Доход от того, что она совершенствуется, что она участвует на рынках, она постоянно строит, она постоянно использует современнейшее оборудование, она обучает своих специалистов, развивается. Если она не развивается, она зачахнет, и нечего будет сюда платить. Врубайте свою, ну, как бы, хотя бы какие-то элементарные свои, как бы, ну, знания, понимания. Вы же семью точно так же ведете. Если вы детей не будете выращивать, не будете их обучать, что получится, зачахнет ваш род, зачахнет ваша фамилия, зачахнет ваша семья. Так и с компанией, дорогие друзья. Опять вот я все забываю, где она у меня тут. Вот, поэтому вот такой вот тут вопрос. Почему так или другие члены правления на своих вебинарах негативно высказываются о СВИГе, о Хавратове и о Криптоюнити, когда сами не же сидят у той же кормушки, в чем-то кормушка, там очень интересно вопрос, да, получают бонусные деньги и сами же покупают юниты. Дорогой, уважаемый, задавающий вопрос, и там я не помню, кто этот задавал вопрос, так, значит, могу сейчас сказать, почему. Ну, это Лариса, не знаю какая, но одна из Ларис, так, вот, значит, во-первых, я не в СВИГе, СВИГ, СВ, Инвестгрупп, это отдельная компания, вот, никакой связи с криптоюнитами я не имею, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, тем более Алексей Сукадоев, он абсолютно член правления и инвестор, основный инвестор в Скавей Кэпитале, и с юнитами, криптоюнитами никто ничего не имеет, вот, сами же покупают юниты, ну, и что? Может быть и покупают, я лично не приобретал и не приобретаю, потому что считаю, что это проект вообще со Скавей, если вы правильно понимаете, а надо бы вроде понимать, уважаемая Лариса, что это вообще не проект Скавей, поэтому, извините, этим вообще не следует даже заниматься, это все равно, как я в любой другой проект пойду, брошу, скажу, ладно, вы тут кувыркаетесь, мы, у меня уже много акций, как кто-то сегодня тут сказал, да, я пошел там чем-то другим займусь, вот, к этому, а здесь хочу вам еще раз напомнить, что будьте, пожалуйста, очень корректны, вот, и если где-то кого-то прижимает и нет возможности, ну, что ж, тогда по мере возможностей и занимайтесь. Теперь последние вопросы, дорогие друзья, наше время подходит к концу, так, но Коробит, когда Суходой льет на него негатив за счет этой критики самому вызываться, как ведь он не... Ну, вы знаете, это я не берусь, я не слушаю, скажем, просто не всегда, я редко слушаю вебинары Суходоева, напишите где-то ему в чате что-то, скажите свое мнение, это отрегулирует, вот, зачем вопросы сюда, вот, правильно, Татьяна, спасибо, не надо этого задавать, ну, я вот по мере возможности, значит, комментирую просто, чтобы не сказать плохо. Когда выйдем на IPO, ну, уже был вопрос, слушайте и спросите у товарищей, но разве мы не стали совладельцами технологий? Еще раз вам говорю, Ирина, Казахстан, мы не владеем технологией прямо, мы косвенно являемся совладельцами, совладельцами, ровно как вы, скажем, вот, если вы приобрели какую-то квартиру в доме в большом, да, это не является, вы не являетесь совладельцем, вы являетесь совладельцем этого дома через свою квартиру, так вы являетесь совладельцем технологии, но через акции. Все правильно, потому что фактически владельцем является, вот, компания эта, она владеет привилегированными акциями, компанией, в которой технология, понятно, да, а не я, кто являюсь акционером этой компании, не прямо не владею, я владею через эту компанию, да, я косвенно владею и технологией, я являюсь совладельцем, не владельцем, это разные вещи в какой-то степени. Так, Война, Пиво, Народиумынисерство, так, понятно, Ирина. Ольга, желание личных доходов и должностную логику, ну, правильно, согласен, Ольга, Надежда, но и дивиденды мы должны получать за 4 года, наконец, ну, да, за 4, за каждый год, как положено, надо будет, да. Я вам просто хочу сказать, что я буквально вот недавно подготовил материал, будет так называемый ролик, где поясняется, откуда ноги растут у дивидендов и что такое акции. Это еще откуда так, вы имеете в виду, так, 2014 год, ох, тут есть еще Татьяна, Алена, Татьяна, Владимир Маркович, неужели не задавали вопросы, Анатолий Зарьков, по возможному обратному выкупу. Будет, будет обратный выкуп. Усталость, конечно, конечно, усталость. Я вам говорил в прошлый раз, что у меня тоже была не усталость, а чесалось другим проектом заниматься. Сейчас, значит, вот могу сказать, что лучше было бы себе этого не делал, а оставался акционером той компании, которую мы когда-то создавали. Я даже не знаю, что сказать своим партнерам. Скажите, что будет, будет. И по мере того, как люди были лояльны, будут свои предложения сделаны. Но к этому надо просто подготовиться еще. Шаржу и какие-то конкретики. Ну, извините меня, если Шаржа не конкретика, что еще? Благодарю за информацию, ответы. Спасибо, Роза, до свидания. Спасибо. 8 часов. Я благодарю вас, дорогие друзья, за внимание, за ваши вопросы, за ваше родение или старание. Постарайтесь, те, кто не понимают, постарайтесь не предвзято, а разобраться в том, о чем мы говорим. Ведь культуру надо повышать. Мы в бизнесе. А в бизнесе нельзя, скажем, плыть по течению и не стараться хоть как-то чуть-чуть подгребать, помогать и так далее. Поэтому надо понимать, что значит акция, чтобы не морочить людям голову, когда мы это приняли или принимаем за свой бизнес и передаем информацию. Не вводить их в заблуждение, не говорить пустого, как мы уже неоднократно говорили, а быть откровенными и открытыми. Если не знаешь, не выдумывай, скажи, я выясню и я тебе все расскажу. Чего я вам и желаю. Желаю вам доброго здравия, желаю вам хорошего лета. Берегите себя, радейте за Скайвей, это наш общий проект, мы народ Скайвей, желаем мы того или нет, а мы так себя идентифицируем. Строй Скайвей, спасай планету. А работы очень много и об этом мы тоже поговорим. Всего вам доброго. А, извиняюсь, спасибо, Олег мне напомнил. Значит, смотрите, дорогие друзья, что мы сейчас находимся вот на этой стадии. Стадии, где мы делаем экотехнопарк, сертификацию и доводим до 15. Это первая фаза вообще проекта. И мы сюда инвестируем. Когда мы на другие проекты будем, мы выйдем во вторую фазу и тогда будет уже другая история. Там будут или свои этапы, или свои другие условия. Это будет уже нам условие давать платформа, платформа Скайвей, через которую фактически будет вестись. И только тогда мы выйдем на общепланетарные транспортные технологии. А до этого еще надо дорасти. Поэтому сейчас мы находимся здесь и ни один цент не уходит куда-то налево или направо. Понятно, да? Всего вам доброго. До скорой встречи. Экофест, за 90 дней до Экофеста вы об этом узнаете. Так что вот рассчитывайте, что как минимум от завтра 90 дней, если завтра объявят. Если через неделю завтра, 90 дней вперед. Но он будет, скорее всего, я так думаю, в августе. Вот у нас вот на днях мы должны узнать когда. А может быть в начале сентября. Не знаю. Одним словом посмотрим. Будем внимательны.